Всем привет и добро пожаловать на мой YouTube-канал. Сегодня мы будем говорить об очень интересной вещи, будем разбирать вполне конкретную библиотеку компонентов. Называется она Chakra UI, и мы будем разбираться, что в ней есть, какой подход здесь используется, ну и набросаем небольшой демо-проексик. Итак, давайте начинать. Chakra UI у нас предназначена конкретно для работы с React, и мы, собственно, с React-приложением работать и будем. Мы его можем установить в существующее React-приложение, и мы видим, что для того, чтобы работать, нам нужно установить несколько вещей. Во-первых, непосредственно саму Chakra UI в варианте с React. Дополнительно библиотеку Emotion, которая предоставляет подход CSS NGS, то бишь стили мы здесь писать через CSS не будем, мы будем использовать то, что называется подход JavaScript, будем всю стилизацию указывать через атрибуты. Соответственно, Emotion в двух вариандах идет, Emotion React, Emotion Styled. И для анимации дополнительно фреймер Motion здесь требуется. Мы пойдем немножко по другому пути, у нас нет существующего приложения, мы будем работать с нуля, и мы возьмем штуку, которая называется Create React App конкретный тимплейт. Вот, по сути, если бы мы его не делали, нам бы понадобилось не так много что сделать, нам бы понадобился некий Chakra Provider специальный, и в него нужно было бы обернуть все наше приложение. Здесь также есть инструкции по работе с вполне конкретными дополнительными фреймворками. Но давайте приступим. Create React App Guide. И нам предлагают установить либо в обычном варианте, либо в варианте с TypeScript. Мы пойдем, опять же, по пути минимализма и установим через вариант с JavaScript. Переходим в WISCode, набираем YARN, Create, Create React App. Это то же самое, что NPX, Create React App. Я хочу в текущей папочке создать проект по шаблону Chakra UI. Ставится он будет долго, поэтому пока он будет ставиться, мы вкратце посмотрим, что вообще нам здесь предлагается. Перейдем в раздел ресурсов и посмотрим, что у нас здесь есть. Во-первых, во-первых, ну помимо всего того, что предлагается здесь, даже какие-то видосики здесь есть, можно их посмотреть. Нас в первую очередь интересуют то, что называется компоненты, ну и какие-то особенности. По особенностям у нас основная особенность, это то, что мы будем работать со стилевыми пропсами. То есть все оформление приложения будет идти через них. Здесь идет сравнение с другим CSS-фреймворком, точнее просто с CSS-фреймворком. У нас все-таки немножко другой подход, у нас библиотека компонентов. И здесь из коробки у нас также есть работа с цветовыми режимами. Опять же из коробки у нас есть светлый и темный режим, и мы можем с ними достаточно динамически работать. Но в данном случае особенности мы не будем разбирать, мы пойдем к следующим разделам. Раздел «Отимизация». Эта штука очень важная. У нас из коробки есть некая тема. И эта тема содержит в себе много всего. Причем здесь используется вполне конкретный подход. Здесь есть ссылочка на некий style system Zim Specification. И Chakra.UI этой спецификации придерживается. Она достаточно большая. Можно самостоятельно с ней ознакомиться. Самое важное здесь находится внизу. Здесь у нас есть некие пространства имен, которые содержат вполне конкретные свойства. В частности, свойства, отвечающие за отступы, называется Space. И в теме есть вполне конкретный ключ, который так называется. Он отвечает за работу с отступами. То есть он содержит внутри себя определенные величины, которые мы можем использовать для всех вот этих CSS-свойств, которые здесь далее перечислены. Конечно, очень мелко. Надо сделать покрупнее. То же самое идет дальше у нас для цветов, для работы со шрифтами и так далее. То есть все вот эти ключи, они есть в самой теме. И настраивают они вполне конкретные вещи, описанные в колонке справа, некие CSS-проперти. И если мы полистаем то, что здесь у нас доступно в теме, то у нас есть большой набор цветов. Эта тема идет из коробки. Мы можем взять ее готовой и работать с ней. Мы можем создать свою собственную тему с нуля, либо взять эту и доработать ее, расширить ее возможности. То есть здесь по желанию, в зависимости от задач того проекта, с которым мы работаем и так далее. Цветов достаточно много. Если не хватает, опять же, мы можем добавлять свои. Есть типографика. Для типографики определено три вида шрифтов. Некий набор размеров шрифтов. Причем здесь использованы везде илиасы. Соответственно, мы для работы с шрифтом можем сказать в любом компоненте font-size равен xs или font-size равен xl. И далее будут использоваться те значения, которые здесь указаны. То же самое касается font-weight. Это здесь некое пространство для насыщенностей. И здесь конкретные алиасы. На самом деле мы можем использовать и не алиасы, можем использовать конкретные привычные нам числовые значения. Но в данном случае вся сама система, она построена на алиасах. Это очень удобно на самом деле. Дальше мы приходим к breakpoint. Breakpoint одна из самых приятных историй в этой библиотеке. Мы посмотрим, как ими пользоваться. Ну и опять же у них есть по умолчанию некие значения. При желании их можно переопределить. Расстояние. Тот самый space. Здесь мы будем в расстоянии использовать просто некое числовое значение. Запомнить на самом деле достаточно легко, потому что здесь числа в ремах идут. Рем это 16 пикселей. Соответственно, здесь каждое число, которое мы берем, можем смело умножать на 4 и получать значение в пикселях. Соответственно, это 16 пикселей, 20 пикселей и так далее. Ну и в целом здесь есть целая табличка для того, чтобы некую ментальную парадигму в голове простроить. Значения, конечно же, есть не все. То есть вполне конкретные, но опять же при желании мы можем использовать не илиасы, а вполне конкретные значения. Но опять же илиасы сделаны для удобства. Лучше сразу привыкать к ним. Так будет достаточно гибко в дальнейшем всем этим оперировать. То же самое касается размеров. Соответственно, размеры у нас, согласно данной табличке, работают с шириной и высотой. Минимальной шириной, минимальной высотой. И мы такие штуки тоже можем использовать. Отдельная настройка контейнера. Шириной контейнера мы тоже этой штукой будем пользоваться. Отдельная настройка для борда радиуса. Ну и так далее. То есть опять же, все это можно посмотреть, все это можно настроить, изменить и так далее по желанию. Касаемо компонентов. Они здесь разбиты на секции. Первый называется Layout. Соответственно, то, что касается внешнего вида. И содержится на достаточно большое количество того, что нам нужно. Первый из них называется Spectratio. Мы хотим работать с соотношением сторон того или иного компонента, который будет вложен. Вложить можно что угодно. И соотношение сторон будет то, которое мы захотим. В документации на каждой странице конкретного компонента в самом низу мы всегда находим опишку конкретных пропсов, которые нам доступны для того или иного компонента. Здесь описаны специфические пропсы. При этом каждый из компонентов, с которыми мы будем работать, он принимает, собственно говоря, всю палитру того, с чем мы можем работать. Более того, он принимает их еще и в сокращенных версиях тоже. Например, чтобы написать Margin, можем написать просто букву M. Либо MX, чтобы горизонтальный Margin. Y, чтобы вертикальный. И так практически со всеми свойствами. Они здесь не уточняются. Мы просто имеем в виду, что мы можем с ними работать. Опять же, все это описано по соответствующих разделах. Можно до них добраться. Все, что касается обработчиков кликов, ну и прочих каких-либо стандартных атрибутов, которые мы предполагаем, что должны быть они, разумеется, все равно есть. Мы в данном случае в документации просто лишние упоминания о них не встретим. По лейауту здесь есть базовый некий такой атом, на базе которого можно построить вообще что угодно. Некий бокс. Соответственно, это некая такая коробка, в которую мы можем положить что-то. Ну и здесь идет вариант как раз стилизации. Бэкграунд. Такой вот томатный. Ширина в одну букву. Паддинги по кругу. Ну и цвет. У него некое его содержимое. Бокс может вкладываться в другие боксы. И вот нам предлагают вот такую карточку, которая полностью сделана из одних боксов. Картинка бокс внутри другого бокса. Все вот эти штуки, это конкретные боксы. Хотя нет, картинка отдельно сделана. Но на самом деле, если под капотом смотреть, у нее все равно тоже будет бокс. То есть это некий такой строительный материал, который мы можем использовать, когда нам нужно. При этом любой бокс может быть любым тегом, каким мы захотим. Соответственно, что в styled component, что в emotion есть некий атрибут s, который позволяет нам сказать, какой конкретный html-тег мы хотим вместо этого компонента получить. Ну и в этом плане бокс он универсальный. Даже кнопочку мы можем из него сделать, хотя мы увидим, что вот далее в разделе формы кнопочка сама по себе есть. Есть привычный контейнер, есть все то, что нам нужно для работы с флексами, для работы с гридами. Есть простой совершенно грид, который позволяет какую-то просто колоночную сетку создать с определенными отступами, просто за счет двух атрибутов мы это с вами посмотрим. Есть более сложная история с гридами, когда соотношение сторон дочерних элементов у нас может быть более гибким. Соответственно, здесь уже два компонента будут использоваться, grid и grid-item. Есть некий стэк, который позволяет вложить какие-то элементы внутрь него и задать расстояние между этими элементами. Достаточно гибко. Все то, что касается работы с формами. Они на самом деле формы не очень богатые в сравнении с другими библиотеками компонентов, но в базовом варианте все самое необходимое здесь есть. Думаю, подробно мы не будем останавливаться. В принципе, здесь плюс-минус все стандартно. Отображение данных. Опять же, самое необходимое есть, но не так, чтобы прям из рога забили. Допустим, таблицы очень простые. Здесь просто какие-то таблицы, несколько вариантов их отображения. Ну, допустим, нет ничего касаемого фильтрации, сортировки и так далее. То есть, если нам это нужно, мы должны уже дорабатывать это самостоятельно. Некий фидбэк. Какие-то подсказки для пользователя о том, что какое-то сообщение есть о процессе загрузки. При этом, в качестве демо мы видим, что они якобы не двигаются. На самом деле, они все могут быть динамическими. Для динамического мы видим, что нам нужно просто добавить соответствующий атрибут. В данном случае, что она бесконечная. В этих предыдущих вариантах здесь шла речь о том, что value может получаться динамический, и тогда загрузка у нас, соответственно, будет под него подстраиваться. То же касается прогрессов. Они у нас тоже могут быть как статическими, так и могут быть еще и с анимацией. Для этого, допустим, мы можем добавить вполне конкретный атрибут. Допустим, вот сюда. И у нас вся эта история будет более живой. Кстати, на всех страницах документации все вот эти поля, они доступны для редактирования. При этом, после редактирования, мы сразу же на этой же странице видим результат того, что мы сделали. Скелетоны, спиннеры, ну и прочее удобство, которое есть в ряде библиотек компонентов. Для работы с текстом у нас есть два базовых элемента. Просто текст, соответственно, который мы можем настраивать. Font Size вполне конкретный. Здесь нам предлагают те самые алиасы, которые мы ранее видели для их настройки. Для текста у нас доступны такое замечательное свойство, как Estrangated. Estrangated позволяет нам делать вот такую штуку, что если текст у нас не влезает в одну строчку, он у нас не вылезает за пределы и обрезается вполне предсказуемо, обрезается тремя точками. С заголовками похожая история. Для заголовков мы точно так же можем регулировать их размеры, в данном случае через Prop Size. Можем уточнять через атрибут S, какого рода заголовок мы хотим использовать. Соответственно, от H1 до H6, если захотим, заголовок у нас может быть даже спаном, при желании. Точно так же здесь можно использовать Estrangated для того, чтобы у нас текст не переносился на следующие строчки. Overlay – это то, что касается показа чего-либо поверх всего остального. Привычные по другим библиотекам штуки, называемые Drawer. Menu – здесь предполагается, что это некий Dropdown меню. Здесь в данном случае, если, допустим, сравнивать с тем же Bootstrap, здесь нету Navbar. То есть, если мы хотим какой-то Navbar, нам нужно его уже делать самостоятельно, что называется, из подручных элементов. Но в целом, все самое необходимое у нас здесь есть и модальные окна, и прочие штуки, которые нам могут понадобиться в типичном приложении. Что-то, что скрывается, раскрывается. Опять же, привычные аккордеоны, коллапсеры, табики и так далее. Ну, так далее, на самом деле, здесь просто еще нечто визуально скрытое. Опять же, набор в данном случае может быть не очень большой. Для навигации используются хлебные крошки, привычные. Есть просто ссылка. В данном случае мы получаем просто ссылку. Можем добавить некую дополнительную иконку к ней. Ну и некий link overlay, позволяющий сделать ссылкой вот такой вот элемент. То есть, по сути, наш бокс становится кликабельным в данном случае. При этом, как link overlay, выделен только текст. Вроде бы, при этом кликабельна у нас вся область. Если мы посмотрим разметку, туда именно текст у нас как ссылка, но при этом визуально мы можем кликнуть на весь элемент целиком. Для отображения медийных данных у нас есть некий аватар, есть иконка, которая использует коллекцию иконок. У Chakra UI, опять же, есть собственная коллекция иконка. Мы можем использовать иконки из других источников, если нам это нужно. Ну и, опять же, компонент картинки. Куда же без него? Кстати, вот этот товарищ как раз создает Chakra UI, главный контрибьютор. К слову, он из Нигерии. Есть также порталы, которые работают по аналогии реактовских порталов. Есть специальные компоненты, отвечающие за эффекты, за анимацию. Соответственно, когда у нас что-то скрыто и при появлении, некое булевое здесь значение есть, при появлении случается та анимация, чей компонент используется. Несколько компонентов анимации у нас здесь есть. Опять же, можно самостоятельно полистать. Ну и некий набор хуков на самые разные цели. Надеюсь, не утомил. У нас проект установился. Давайте запустим и посмотрим вообще, как выглядит этот у нас базовый шаблон и начнем уже с ним работать. Вот так выглядит базовый шаблон, который предоставляет нам именно Chakra. Здесь есть кнопочка для переключения режима светового. У нас есть сразу светлый и темный из коробки. И это очень здорово. Давайте посмотрим, как по коду это все будет выглядеть. Сделаем немножко покрупнее. Здесь традиционно у нас есть папочка Public. Здесь на самом деле для нас ничего интересного нет. В папочке Source у нас есть привычные файлы, которые есть всегда. Есть некий отдельный компонент logo. В данном случае здесь настраивается вот эта вся анимация. Нам на самом деле не так сильно интересно, хотя при желании можно посмотреть, что здесь используется специальный компонент Keyframes, который как раз отвечает за анимацию. ну и есть отдельный компонент, который отвечает за переключение режима цвета. Здесь используются дополнительно иконки из отдельной библиотеки, ну и три компонента непосредственно самой Chakra. Опять же можно посмотреть, как обустроен этот компонент, ну либо просто сразу начать им пользоваться. Непосредственно в App.js подключается пачка компонентов из Chakra UI, ну и далее идет с ними определенная работа. Давайте сделаем что-нибудь свое. Создадим папочку компонентов. Ну и начнем с простых вещей. Создадим хедер. Делаем импорт из Chakra UI базовых неких элементов. Нам совершенно точно понадобится image. Дальше, что называется, посмотрим. Возьмем вот этот Color Mode Switcher. он будет жить в нашем хедере. И создадим, собственно говоря, этот хедер. Пробсов у него не будет. А он у нас будет представлять собой некий флекс. Ну и давайте сюда заодно и контейнер. Вытащим контейнер. Возвращать во внешний мир мы будем флекс, чтобы гибко управлять содержимым. На самом деле, можно даже сначала на верхнем уровне просто сделать бокс, чтобы его покрасить. Бокс. И скажем, что бокс у нас будет хедером. С бэкграундом чуть позже определимся. Его содержимое у нас будет лежать внутри контейнера. Внутри контейнера. А у этого контейнера будет максимальная ширина, которую мы берем из темы. С темы контейнер.lg. А уже здесь, внутри контейнера, у нас будет лежать компонент флекса. В данном случае я предполагаю, что у меня будет здесь просто картинка. Сейчас мы с вами ее... Возьмем просто вот этот логотип. В данном случае мы его тоже импортируем. Импорт. Лого. Пром. Выдем папкой выше. Лого.svg. И, соответственно, src будет у нас лого. Ну и alt текст нам тоже понадобится. И второй элемент, который у нас будет, это как раз color switcher mode. Возьмем, выпилим его вот сюда. И добавим наш хедер. Возьмем его из папки компонентов. И наш хедер. А, я его забыл экспортировать. И добавим его на самом верхнем уровне. Вот так вот. Смотрим. Все сломалось. А он говорит, что он не может найти, соответственно, color switcher, потому что он у нас находится на уровне выше. На самом деле мы просто возьмем его в папку с компонентами и перенесем. Я думаю, что так будет даже правильно. Обновимся. И вот наш хедер вот такой вот страшненький, потому что мы никак сейчас не управляем размерами вот этого svg. Ничего страшного, нам нужно научиться это делать. Идем в документацию, идем в раздел картинки и смотрим, что же нам здесь предлагается для работы с картинками. Нам говорят, что мы можем здесь использовать вполне конкретные размеры, box size и дополнительный object fit, чтобы наша картинка подстраивалась под этот size. Давайте это сделаем. Соответственно, наш src, наш alt text и два атрибута, которые мы скопировали. Единственное, я хочу это делать поменьше. Вот примерно так. Но меня не устраивает положение. Я хочу, чтобы все-таки flex у меня был разнесен. Ну, здесь, что называется, знание базового CSS, что такое flex, нам поможет. Скажем, что justify-content будет равен space-between. А align-items будет равняться центру. И, в принципе, вот оно, то, что я хотел. Немножко отступы тоже мне хочется добавить. И в данном случае я добавлю их прямо здесь. Скажу, что мне нужно вертикальный паддинг сделать. И он у меня будет равен просто 4. Хотя 4, возможно, много. Мы помним, что это будет у нас примерно 16 пикселей. То бишь, 1 рем. Давайте сделаем 2. Половинку рема. Вот так вот. Ну и нам нужен некий background. Причем сразу может встать вопрос. Окей, а если я хочу background какого-то цвета, быть может, я хочу, чтобы он менялся в зависимости от того, какой цвет у нас есть сейчас. И здесь для этого у нас существует специальный хук, который называется useColorMode. При вызове этого хукам useColorMode мы можем получить текущее значение темы. Соответственно, здесь будет строка либо dark, либо light. И мы можем уже с этой строкой динамически работать. Соответственно, я говорю, что здесь у меня будет background. И этот background будет в зависимости от color mode. Разный. Скажу, что если у меня темный background, то тогда я буду использовать один цвет. Пустим grey. И мы видим, что у нас большая портянка подсказок. Grey 400. В противном случае я буду использовать grey 200. Идем на сайт. Смотрим, появился background. Кликаем. И убеждаемся, что у нас цвет тоже меняется. Но мы можем сделать потемнее, чтобы это было замерено. Цветло. Темно. Замечательно. Шапка у нас готова. Идем дальше. Добавим на наш сам компонент. Добавим сюда контейнер тоже. И вернем в этот контейнер нечто. Шапка у нас уже есть. Скажем, что здесь у нас будет контейнер. Думаю, что содержимое, которое далее есть, я его просто оставлю как есть. Не буду его никак трогать. В этот контейнер я точно так же скажу, что у меня будет некая максимальная ширина этого контейнера. И она у меня будет равняться контейнер точка XL. XL или LG. Что у меня там было? Контейнер LG. Ну, тогда пускай и здесь будет тоже LG. Все было по контейнеру. И в контейнер в данном случае я помещу некое перевесное, некий заголовок. Ну, вернусь от дела в бокс. Бокс у меня должен быть. И, да, вот он бокс. Добавим сюда заголовок. Хейдинг. И используем его. Соответственно, у меня будет заголовок. Хейдинг. Внутри которого будет какой-то текст. В моем случае это будет Chakra UI. DemoPage. И мы помним, что мы можем за счет использования атрибута size указывать размеры, которые мы хотим. Например, размер XL. Идем на нашу страничку. Видим нашу надпись. Давайте, может быть, вот так вот сделаем. И, скажем, 2XL. Сохранимся. И увидим, что наш заголовок в два раза стал просто покрупнее. То есть на 3XL и так далее у нас размеры будут расти. Ну и для нашего бокса мы скажем, что нам небольшие вертикальные отступы тоже все-таки хочется иметь. Вот так вот. Дополнительно добавим ему какой-нибудь текст. У текста мы смотрели, что у него есть font-size. И этот font-size тоже у нас работает с филиасами. Допустим, здесь будет какой-нибудь Excel. Hello from Chakra UI Components. И у нас появляется этот самый текст. Давайте все-таки развернем. Так будет удобнее работать. Если нам нужен разделитель, вот у меня есть некий бокс, и я хочу отделить то, что будет идти дальше. Я могу дополнительно подключить компонент, который называется разделитель. Опять же, как и во многих других подобных системах. И вайтер разделитель. Смотрим, что он из себя представляет. Вот такая у нас полоска разделительная добавилась. Что делаем дальше? Я хочу сделать некий набор карточек, которые я буду каким-либо образом выводить. Давайте создадим для этого отдельный компонент. создадим компонент, который я назову CardList. Соответственно, мне здесь точно так же нужно сделать импорт из Chakra. Мне понадобится оттуда компонент, который называется SimpleGrid. А мне понадобится вероятно бокс. Мне понадобится вероятно кнопка. Мне понадобится скорее всего заголовок. Ну и, наверное, текст. Возможно, что-нибудь еще. Создадим компонент, который у нас будет принимать пропсы. Ну и не забудем в этот раз сразу его экспортировать. В пропсах у нас будут лежать какие-то карточки. ну и мы с этими карточками будем работать. Во внешний мир мы будем возвращать следующую сущность. У нас есть компонент, который называется SimpleGrid. Он очень удобный для работы. Он принимает колонки. И в качестве колонок он принимает сколько колонок мы хотим. И это как раз отличное место, чтобы посмотреть, как мы будем работать с адаптивом. Но давайте сначала разберемся, что у нас будет внутри в качестве содержимого. Итак, у нас есть карточки карточки. И я хочу полученные карточки просто мапить и нечто возвращать вместо них. В данном случае у меня будет некий бокс. Некий бокс у бокса конечно же должен быть некий я ожидаю, что в дальнейшем у меня у моей карточки будет как минимум title. Именно его я здесь использую. В боксе этот самый title я также буду использовать внутри хейдинга. Мы помним, что у нас есть атрибут as и здесь скажем, что я хочу допустим h3 в качестве заголовка и здесь у меня будет card.title. Дальше мне будет идти некий текст. Оставлю значение по умолчанию, хотя тоже могу их настроить и здесь у меня будет некий card.txt ну либо body тоже такое часто бывает. Ну и закончится все это у нас кнопочкой, которую при желании мы можем сделать и ссылкой тоже. У нас есть атрибут as, можем сказать, что это у нас будет ссылка. Здесь будет допустим просто read more, читать подробнее. Нам собственно говоря нужны какие-то данные эти колонки мы пока что так вот уберем. У нас будет одна колонка. Мы подключим наш card list с папочки с компонентами, возьмем наш card list и после разделителя мы его добавим. Напомним, что нам нужно передать туда набор карточек. cards равно и собственно говоря, здесь у нас какой-то массивчик должен лежать. Куда мы его возьмем? Давайте возьмем какие-нибудь тесты данные допустим с сайта json placeholder. Здесь у нас вполне наверняка есть какие-нибудь посты и вот отсюда мы возьмем title и body здесь как раз у нас есть. Вот возьмем вот такую портянку положим ее здесь в отдельную переменную и будем ее спускать в наш как лист вот так смотрим что у нас получается у нас получается что идет какой-то набор статей уже в принципе неплохо мы можем с этим дальше продолжать работать итак у нас есть раздел колонки разумеется на разных размерах экрана мы хотим разные размеры в одну колонку скорее всего мы захотим на маленьком экране в какой-то момент мы захотим в две колонки все получить и здесь мы просто пишем две колонки в какой-то момент мы можем захотеть три колонки и более здесь нам не нужно делить на не нужно помнить что есть 12 колонок то если нам нужно три колонки то значит нам нужно указывать число 4 вот этой крышу ломки здесь не происходит вот сколько колонок хотим столько и указываем чтобы обеспечить адаптив нам нужно передать сюда массив и здесь ну что называется нужно немножко поломать голову на первых порах, чтобы просто запомнить, как эта штука работает. Значит, первое значение, которое мы сюда передаем, оно будет для мобил. Здесь у нас некий Mobile First. Я хочу одну колонку на мобил, соответственно, просто мобилы. Следующее значение у меня — большие мобилы. Потом то, что называется, Tablet PC, ну и так далее по нарастающей. Но, в принципе, это просто те брейкпоинты, которые у нас есть. Если мы посмотрим на брейкпоинты, которые у нас изначально были в теме, мы видели их чуть ранее, то первое значение, соответственно, нулевое, оно за пределами этих брейкпоинтов, то бишь от нуля пикселей до первого брейкпоинта. Если какой-то брейкпоинт нам нужно пропустить, мы не хотим ничего там менять, мы передаем сюда просто null. Соответственно, дополнительный медиазапрос у нас не будет создан. В тот момент, когда мы хотим поменять, допустим, на уровне Tablet PC, мы хотим сделать две колонки, на уровне десктопов мы хотим сделать три колонки. Проверяем. Включаем инструмент адаптива, смотрим телефон, таблетка, десктоп. На больших десктопах можем сделать даже четыре, если нам это нужно. Здорово. Не хватает отступов. Ничего страшного, у нас Simple Grid принимает второе значение, спейсинг, причем у нас можно задать общий спейсинг, можно задать его горизонтальный и вертикальный разный, если это тоже требуется. Он у нас тоже, как и любые значения, с которыми мы работаем. Сейчас мы смотрим это, это адаптив. Соответственно, мы смотрим на примере Simple Grid. Все, что мы смотрели ранее, оно все точно так же, вот эти все значения, они могут быть совершенно запросто, точно так же, они могут принимать массив и принимать разные значения под разные брейкпоинты. Соответственно, очень удобно с этим работать. И я говорю, что, допустим, на маленьком экране, когда у меня в одну колонку, мне достаточно вот такого отступа. Когда у меня дело переходит в две и более колонок, я хочу, допустим, отступ поменьше либо отступ побольше. То есть здесь, опять же, я волен решать, как все это дело будет выглядеть. Это пошло не так. На самом деле, все нормально. И вот мы получили достаточно аккуратную сетку. Если нам нужны, опять же, отступы, мы всегда можем их задать. Да, вот у нас здесь есть Simple Grid. Я говорю, что пускай у него будут вертикальные отступы в значении 4. Соответственно, это у нас 1 рем. Ну и, допустим, я хочу добавить какой-то ховер эффект. Вот у меня есть какие-то карточки. И при наведении курсора мышки на одну из этих карточек я хочу иметь ховер эффект. Ну, почему бы и нет? Как мне этого добиться? Сейчас ховер эффект у меня есть на кнопочке, но вот он как-то зашит в самой кнопочке. Я пока что не знаю, как. Кстати, у кнопочки есть тоже куча настроек. Например, у нее есть, так же, как и у большинства компонентов, такая сущность, которая называется вариант. И эти варианты определяют то, как эта кнопка у нас будет выглядеть. И вот здесь доступны варианты. Если я сделаю вариант Outline, кнопочка у меня будет выглядеть немножко по-другому. Но давайте вернемся к конкретному боксу. Вот наш бокс. Кстати, не обязательно бокс. Если вдруг меня не устраивают отступы, мне, кстати говоря, не устраивают, я могу вместо бокса использовать такую сущность, которая называется стеком. Берем, делаем вместо бокса стек, а стек как раз работает с отступами, спейсингами. И я говорю, что мне нужен отступ между всеми вот этими элементами. Крайние отступы не будут добавляться, а вот между ними я хочу какой-то спейсинг. Допустим, спейсинг, опять же, пускай поменьше, будет спейсинг 2. И он у меня автоматически добавится. Чтобы заголовки не были такими ужасными, мы можем добавить им и странкейтед, и они у нас будут обрезаться. Но мы хотели добавить немножко другое. Мы хотели добавить на сам наш стек, хотели добавить ховер эффект. Ховер эффект добавляется очень просто. Мы используем нижнее подчеркивание и видим, что у нас здесь целая пачка возможностей, которые мы можем использовать через одно нижнее подчеркивание. Различные состояния компонента в зависимости от того, что происходит с нашим приложением, мы можем добавлять как объект, дополнительный набор стилей. Какой угодно величины, какого угодно размера. И ховер здесь мы тоже встречаем с вами. Соответственно, он принимает объект, мы можем подготовить его где-то, передать сюда просто как перемены, можем написать его прямо здесь. Но в данном случае мы работаем с какой-нибудь простой сущностью, добавим ему просто тенюшку на ховер, скажем, что эта тенюшка будет MD внезапно. и на самом деле тенюшка у нас вот такая вот появляется. Мы видим, что у нас есть небольшой недосчет в этом отношении. Сейчас мы его поправим, но тенюшка у нас есть. Недосчет заключается в том, что, наверное, все-таки нам внутри тоже нужен какой-нибудь паддинг, хотя бы какой-нибудь, хотя бы вот такой, и тогда становится все более аккуратным. Вот. У нас есть готовые тени, они зашиты в тени. В теме, опять же, можно посмотреть, какие варианты там доступны. Ну и, наверное, последняя вещь, которую я хотел показать. Мы уже знаем во первом приближении, как работать с компонентами, знаем, как передавать им адаптивные значения, знаем, как менять им ховер, умеем менять. Мы видели, что мы делали вроде бы кнопочку, но мы сделали ее ссылкой. Мы можем в этом убедиться. Да, это просто ссылка. Атрибут an. Мы посмотрели, что мы можем динамически использовать цвета, те, которые мы хотим, но раз у нас есть тема, стоит вопрос, как с ней работать. Мы можем написать всю тему полностью, целиком. Вот прям свои цвета, свои компоненты. Это можно, это долго, но в самых простейших вариантах мы можем поступить чуть проще. Chakra UI предоставляет нам специальный метод, который называется ExtendVim. В данном случае мы тогда уже не будем использовать вот эту тему, которая импортирована была по умолчанию. Мы создадим свою собственную, скажем, создаем нам тему на базе метода ExtendVim. Эта сущность принимает объект, и в этот объект мы можем просто перечислять любые ключи, которые есть в самой теме. Например, цвета. И здесь я могу, конечно же, переопределить что-то, могу написать что-то свое. Допустим, я хочу создать какие-то брендовые цвета. Говорю, что у бренда мне нужна какая-то палитра цветов. Мы видели, что базовая палитра, которая есть в самой чакре, она имеет числовые значения от 50 до 900. От светлого к темному какой-то один оттенок идет. Не обязательно всю эту палитру использовать, но чтобы использовать светлую и темную тему, я точно сходу не вспомню, какие там были значения, но я хочу создать просто несколько похожих. 200, 300 и 400 у меня будет просто красный. На самом деле так делать не стоит. Я сейчас цвета подбирать не хочу. И несколько цветов соответственно потемнее будет коричневый. Зачем я это делаю? Я сейчас покажу. Соответственно, я просто расширяю некие возможности темы. А теперь я иду в свой компонент с карточкой. У меня здесь есть кнопка. Давайте мы берем ее в вариант. Посмотрим, что она у нас без варианта выглядит вот так вот. какой-то цветовой набор здесь используется. И у кнопочки есть вполне конкретный проб, который называется цветовая схема. Я могу передать в эту цветовую схему свой бренд, который я только что создал. Эта штука позволит мне получить какой-то основной цвет. Я просто не помню, какой именно он. Он либо 200, либо 300, что-то из этого. при этом он будет брать два цвета. Он будет брать на светлую и на темную. Да, точнее, наверное, наоборот. Red это у меня отображается светлое. Он берет светлые оттенки при темной теме, а при светлой теме он берет темные оттенки. Опять же, мы в этом можем убедиться, смотрев в редакторе кода, что у нас цвет сейчас красненький, а сейчас коричневый. Опять же, цвета похожи, но так или иначе. Они меняются. То есть, в самом простейшем варианте просто мы можем использовать Color Mode. Но, опять же, мы с вами могли бы работать с любым компонентом, который у нас есть. Мы можем в теме написать компоненты и среди компонентов найти, допустим, ту же самую кнопку. И у кнопки тоже есть масса всего внутри, но мы можем использовать ее какие-то варианты. Можем перезаписать дефолтные варианты, которые там уже есть, которые нам предоставляются из коробки. Можем написать свой собственный. Допустим, я скажу, что у меня будет вариант Brand. Этот вариант я по-своему каким-либо образом настрою. Я настрою какой-то background, я настрою какой-то цвет, какой-то свой ховер настрою и так далее. И здесь я могу захотеть работать опять же с такой штукой, как светлая и темная тема. И чтобы с этим работать, я буду моему варианту назначать уже не просто объект, а буду назначать ему функцию, которая будет принимать пропсы. А пропсы внутри себя всегда будут иметь некий color mode. И я могу сравнивать его опять же со значением светлый или темный и разные цвета назначать. В частности, говорит Brand. точка это для темного на соответственно 300 либо brand. 700 для света темы. Color, допустим, я просто оставлю обычным белым. вот так вот. Так что-то ему не понравилось. А, разумеется, мне нужен return. Вот так вот. Ну и при ховере, при ховере, я точно так же буду смотреть на background. Точно так же буду смотреть, что сейчас происходит, но только местами поменяю. Здесь будет 700, здесь будет 300. И теперь для моей кнопочки у меня есть вариант Brand. Вместо цветовой схемы я могу свой какой-то вариант настроить. Все, что угодно могу. Тут изобразить и края и прочее, прочее, прочее какие-то штуки. Соответственно, вместо цветовой схемы я скажу вариант с пользой тот вариант, который я только что создал. И мы видим, что вот он мой ховер на темной, точнее, на светлой теме. Вот он мой ховер обратный на темной теме. И так вот достаточно гибко и достаточно быстро мы можем скастомизировать те компоненты, которые уже есть готовы. Можем создавать свои компоненты для своих компонентов. Точно так же в скоп компонентов добавлять свой какой-то компонент, создавать ему варианты, не описывать их. Разумеется, если мы работаем со своей темой, удобно выносить ее в отдельный файлик, потом импортировать сюда и пробрасывать в Chakra Provider. Chakra Provider как раз отвечает за то, чтобы когда мы используем значение подобно вот таким, он делал соответствующий ремаппинг и вытаскивал из объекта темы, из большого огромного объекта темы, доставал нам вполне конкретные значения. Неважно, с чем мы работаем, с цветами, с тенями, с размерами и так далее. Вот такая вот Chakra UI. Может быть, она не содержит очень большого количества готовых компонентов, но на самом деле для очень и очень многих задач из коробки она подходит и достаточно гибкая и удобная в работе. Надеюсь, инструмент вам понравился. Напомню, что меня зовут Михаил Непомнящий, я рассказываю про веб-разработку и до встречи в следующих видео. Всем пока!